Здарова соколики на связи жирный сегодня мы с вами вновь окунемся в мир гениального маркетинга и винтажных товаров но прежде чем мы начнем я попрошу тебя подписаться на канал если ты этого еще не сделал поставить лайк этому видео и позвонить в колокол для тебя это совсем не сложно для меня это значит очень многое заранее благодарю тебя за поддержку в общем заварите чьёк усаживайтесь поудобнее давайте-ка с вами начнём у меня еще червячок я нихуя себе жулицу если ты любишь трешовые видосики троллинг быдло в чат рулетки фееричный стримы с эпатажным ведущим зрелищный шоу и необычный юмор тогда немедленно переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал артема бетардова потому что все это и многое другое ждет тебя именно на этом канале подписывайся и передавай артему от меня жирный привитосик тебя можно кстати ножом порезать и еще короче сапогами тебе зубы выбить можно сучка если вещь которой ты пользовался десятилетия пришла в негодность то ты скорее всего ее выбросишь так поступит любой нормальный человек поняв что вещь превратилась в хлам но только не колхозан ведь для него это не потрепанный старый хлам а уникальная ценная вещь под реставрацию поэтому если у тебя есть гараже старый потрепанный диван не спеши его выбрасывать потому что его еще можно выбросить на авито а что удобно тебе и хлам из дома вывезут и денежек заработаешь диван антиквариат под реставрацию да конечно диван действительно старинный возможно был бы кому-то интересен но не за 50 же кусков как вообще до такого можно было мебель довести вы что в диване сокровища пытались найти как знаменитом кино про 12 стульев но это то ладно диван действительно старый возможно если скинуть его цену примерно до двух-трех тысяч возможно и найдется человек который захочет заморочиться с его реставрацией но как насчет вот таких вот предложений диван угловой нужна небольшая реставрация небольшая серьезно по всей видимости колхозан решил навести порядок в гараже и обнаружив там старый засранный диван подумал что самостоятельно тащить его на свалку будет проблематично куда проще выставить его на авито я прям вижу этого человека который такой надо бы прикупить себе новенький диван но знаете что не пойду я наверное в мебельный салон лучше куплю себе за 5000 старый обосранный диван найму грузчиков машину отвезу его к реставратору заплачу реставратор а потом еще раз найму грузчиков машину привезу его к себе домой гениальный ход проще говоря найдется человек который захочет вывалить кучу денег чтобы у него в доме стоял старый диван в новой обивке ну да ну да продам угловой раскладной диван под реставрацию самовывоз торг очень срочно но если срочно то 4000 за мусор конечно в самый раз кому может понадобиться этот хлам кто в здравом уме вообще будет покупать эту рухлей для того чтобы еще потом вывалить кучу денег на ее реставрацию мы ничего не понимаем ему ведь срочно надо поэтому должен найти человек который будет вываливать кучу денег на ремонт его хлама еще и на самовывоз а почему бы тебе тупой колхазан просто не выбросить этот мусор на помойку ах да точно так же ведь самому придется грузчикам платить за то чтобы они этот мусор своего дома выносили главная причина в нашей стране почему люди не спешат выбрасывать мусор и пытаются выжать из него хоть какую-то копейку это повальная бедность а чаще всего даже не бедность а тупо жадность зажиточных странах никто не будет продавать откровенный мусор потому что просто постыдиться у нас же колхоза на удавится за каждую копейку и будут рады собственные трусы продать лишь бы только получить хоть что-нибудь от этого хлама главное правило колхозника ничего не выбрасывать пусть лучше этот хлам гниет на балконе или в гараже но рука никогда не поднимется выбросить а вдруг пригодится ну и конечно больше всего забавляет только колхоза на пытается продать старый советский хлам под видом раритета где-то услышал что старые вещи могут стоить дорого и все сразу же раритет из 90-х эксклюзив из 80-х а цены то какие ставят господи сланцы nike винтаж почему косарь спросите вы да потому что раритет из 90-х интересно сколько лет должно пройти чтобы колхоза узнал о том что сланцы это город в котором производились шлепки а вот эти шлепки который колхоза по всей видимости снял с какого-то алкаша на самом деле не стоит ничего я даже бесплатно этот мусор бы не взял не то что уж там за тысячу рублей вообще по части раритетные одежды и судя по тому на во сколько колхоза на ее периодически оценивают можно смело предположить что самые богатые люди в нашей стране это алкаши они всегда ходят в драповых пиджаках из 80-х и крепдышиновых брюках представляя сколько бабла они вываливают за этот винтаж у них кстати мебель в домах тоже винтажная стоит наверное нереальных денег вот например стол под реставрацию за 10 тысяч рублей представляете сколько этот мусор будет стоить после реставрации и ведь колхозник уверен что найдется тот кто купит этот мусор за 10 тысяч рублей а потом еще вывалит кучу денег за реставрацию когда новый порой стоит дешевле 10 тысяч рублей а тут еще и реставрировать надо что ж удачных вам продаж а со следующим колхозником у меня состоялся диалог где я пытался узнать у него выведать буквально с чем же связана такая высокая цена хлама которого ты продаешь колхоза он продает ручной дрель за 30 тысяч рублей чтобы вы понимали средняя цена это пятихатка вот в рекомендациях тут же спала такая же дрель за 700 рублей а следом была найдена и за 250 я даже не искал толком сайт сам показывает более выгодное объявление я решил узнать чем обусловлена такая цена и написал автор объявления мол не многовато ли 30 кусков за ручную дрель автор заверил меня что в самый раз я разумеется ему скинул скрины объявлений где точно такая же дрель стоит 700 рублей и колхоза на то и колхоза на что до него так не дошло что же от него хочу поэтому он переспросил что-то не устраивает да блять как ты думаешь что меня не устраивает возможно цена ведь я два раза тебе написал о том что меня не устраивает сука цена но терпение мне не занимать поэтому я все-таки решил уточнить да типа меня не устраивает цена объясните почему дрель среднем цена которой 500 рублей вы продаете за 30000 чем обусловлена высокая стоимость ответ был ожидаемый не нравится ищите дешевле такая цена я так вижу то есть если обычно колхозники пытаются старый хлам как-то обосновать тем что это раритет винтаж или придумывать какие-то немыслимые истории то этот даже заморачиваться не стал он просто возомнил себя художником такая цена и я так вижу окей продаю старые затруханные трусы за 10 миллионов долларов такая цена я так вижу искренне желаю чтобы этот колхозан когда-нибудь пришел в пятерочку а ему там выставили чек примерно на 200 300 тысяч рублей за макароны на вопрос какого хуя ему бы ответили такая цена мы тут все так видим не нравится ищи дешевле то есть колхоза настолько тупой что он даже не смог объяснить почему его цена завышена аж в 30 раз ведь дрель то твоя даже не электрическая вот другой колхозан продает советскую дрель за 20 тысяч рублей даже дешевле чем у тебя ведь это советская дрель а значит и стоит она должна непомерно дорого все-таки раритет эксклюзив как никак на 36 вольт только вопрос где ты бег возьмешь 36 вольт будешь трансформатор что ли с собой носить или возможно тебе во время перелета в самолете понадобится что-то посверлить да некоторые дела себе в гараже напряжение в 36 вольт для освещения типа она считается безопасным но блять не 20 же тысяч рублей за старую выработанную дрель есть же красная цена 300 рублей и другие объявления тому подтверждение хотя чему я удивляюсь другой колхозник вообще светильник пытается за 23 тысячи продать да что с вами не так нет он конечно может стоить не дешево тысячу там две но не 23 как тебе вообще могло прийти в голову такую стоимость поставить ах да совсем забыл он же винтажный это ведь все меняет если винта что смело плюс 20 косарей сверху еще меня порадовало как отдельные индивидуумы делают фотографии вот например вас 2105 2006 года за полтора миллиона с фотки просто бомба жалко только что машину толком не видно из имеющихся фото можно лишь предположить что машины нет бампера и скорее всего я пиздец так как владелец этого хлама наверняка сраны бы панчик в общем вот тебе чуть капота вот тебе чуть багажника гони полтора ляма интересно если начать с ним торговаться сколько же он интересно скинет ведь по-хорошему там надо скинуть примерно 1 миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей и то я сомневаюсь что кто-то за косарь даже так говно купит ну и вишенькой на торте будут наши любимые сортиры дачный туалет в хорошем состоянии не просто сортира шедевр искусства правда дверь маленько провисла и доски прогнили но так-то в целом сортир ништяк свои пять тысяч он конечно же стоит знаете очень хотелось бы посмотреть на демонтаж этого сортира то есть при человек которого купит я посмотрел бы как они его будут демонтировать он же блять развалится есть кстати вариант подешевле правда он даже на фотке стоит криво но зато сердечко на двери арт-дизайн все дела ручная заметьте работа хотя знаете если бы я надумал купить себе сортир я бы наверное все таки немножко переплатил и купил бы новый благо предложение в интернете дохренища средняя цена 8 10 тысяч рублей так там зато новый будет со всеми фичами и в нем еще никто не срал что самое главное в общем как обычно колхозаны неиссякаемые про них можно делать ролики буквально бесконечно а ваших колхозанов совета вы можете присылать нашу группу вконтакте в специальную тему некоторые из предложенных в эту тему объявлений периодически будут появляться в новых роликах а топ 5 комментарии вы увидите в самом конце этого выпуска поэтому досматривайте ролики до конца не забудь подписаться на мой лайв-канал на мой инстаграм и на нашу группу вконтакте все ссылочки есть в описании тыка и вот сюда чтобы подписаться на мой канал и вот сюда чтобы подписаться на канал артема бетардова и вот сюда чтобы посмотреть интересные видосики на этом у меня все спасибо что смотрите жирного увидимся на стриме выходные пока а